Как в тумане. Я не знаю, как в тумане. Пошла и подала деньги последние. Раньше Октябрина Андреевна всегда считала ее дом, ее крепость. Но вчерашнее происшествие буквально перевернуло ее отношение к жизни и к окружающим людям. Всю свою пенсию она потеряла в собственной квартире. Пришел молодой человек, пригласил на собрание, показал курочки, что я приехал с Вологды. Там центр какой-то, медицинский центр. И вот эти аппараты, как бы он сказал, что этот аппарат именно должен нам вручать наш лечащий врач. Потому что мы стоим на учете, что мы больные, у нас масса заболеваний. По словам женщины, сначала незнакомец предлагал прибор совершенно бесплатно. И только потом, когда убедил пенсионерку в его необходимости, сказал. Первоначальная стоимость его, он стоит 29 рублей. Это 29 тысяч. А первоначальная стоимость его 8,640. Уже позже пенсионерка случайно зашла в интернет и выяснила, стоимость прибора раза в два меньше той суммы, которую она заплатила. Мало того, оказалось, аппарат ей совсем не нужен. Но было поздно, ведь продавца-то уже и след простыл. Правда, коробке из-под прибора оказался его контактный телефон. Мы решили по нему позвонить. Непосредственно поликлиниками, соответствующим группам лиц должна выдаваться бесплатно эта техника. Мы занимаемся продажей бесплатно. У нас такое не выдается. Извините, вы обращаетесь в поликлинике тогда по такому вопросу и спрашиваете, есть ли там бесплатные такие приборы. Но вряд ли они там, конечно, есть. По закону все чисто. Доказать, что прибор предлагался бесплатно, невозможно. Разговоры, ведь, разумеется, никто не записывал. Продажа с рук также не запрещена. А что главное, вернуть товар, несмотря на то, что продавцом оказался не мошенник, а официальный предприниматель, никак нельзя. Это сложный медицинский прибор. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации номер 55, правила продажи отдельных видов товаров, к этому постановлению приведен перечень товаров, обмен сложных бытовых, сложных медицинских приборов, обмен которых возможен только в случае, если обнаружены какие-то серьезные повреждения. То есть, если он был приобретен и продан неисправным. Единственное, что может спасти потребителя от неприятностей, это здравомыслие. Специалисты не рекомендуют покупать товары с рук, ведь их можно найти в магазине. Тем более, что там всегда найдется время на то, чтобы понять, нужна эта вещь или не очень.